Здравствуйте, это Акцент дня, я Владислав Павлов. Ежедневно мы обсуждаем самые актуальные и резонансные события. Сегодня говорим о том, по какой методике Зеленский считает потери ВСУ, почему ему не верят ни на Украине, ни на Западе и какое будущее ждет его самого. На пресс-конференции в рамках форума Украина год 2024 Владимир Зеленский дал свое видение состояния украинской власти, армии, экономики и общества и высказался по поводу их перспектив. По его мнению, третий год военного противостояния с Россией будет решающим. Что еще наговорил президент незалежный и почему ему не поверили ни на Украине, ни на Западе? Обсудим на связи со студией эксперт бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Яронасян. Здравствуйте, Владимир Максимович. День добрый. Ну вот за двое суток интервью Зеленского посмотрел там около одного миллиона человек. Наверное, нет смысла сравнивать с тем интересом, тем количеством просмотров, которые было у интервью российского президента Владимира Владимировича Путина. Но и все же, почему так мало, такая разница в цифрах? Пиар не сработал, Зеленский не смог проявить свои актерские способности или он же просто стал неинтересен? Что касается вообще логики поведения Зеленского, то мы видим, что его каденция заканчивается в мае этого года. Это значит, что он должен предпринимать некие усилия для того, чтобы сохранить власть. И эти усилия могут касаться не только пиар-технологий, в которых он докап, потому что со времен 95-го квартала и КВН он знает, что такое тезер, что такое реклама, постпродакшн и выпуск новой серии и использует свой народ в качестве статистов и актеров, вовсе не сожалея о том, что они гибнут десятками, сотнями тысяч на линии боевого соприкосновения, потому что для него это всего лишь локации его художественного кровавого фильма, который он, собственно, продюсирует и ищет спонсоров постоянно, которых он кидает, одного, второго, третьего, целые страны может кидать и так далее. Заниматься контрабандное оружие, позволять СБУ заниматься наркотрафиком, значит, позволять такие вещи, как торговля детьми, торговля органами и так далее. Все это в квази-государство Украина происходит. Поэтому, когда Зеленский собирает пресс-конференцию, это всего лишь один из способов напомнить о себе и о том, что он легитимен. На самом деле есть все предпосылки для того, чтобы предугадать и спрогнозировать ситуацию, которая может возникнуть в ближайшие 2-3 месяца, а именно май, начало июня этого года. Как только закончится каденция Зеленского легитимная, и ничто ее не спасет его в этом смысле, потому что все дисклеймеры, которые заложены в Конституцию, они ни в коей мере не соответствуют реальности, не соответствуют тем заявлениям, о которых он говорит, и тем заявлениям, которые произносит Верховная Рада, там устами его ангажированной фронты, ангажированной фракции «Слуга народа». Все равно мы видим, что есть фронта, определенная в среде генералитета и недовольных офицеров. Мы видим, что есть фронта в политическом эстеблишменте. Понятно, что он такой же бандеровский, как и сам Зеленский, по большому счету, но сам факт, что есть фронта, которая имеет штыки, за которыми стоят реально силовая система. Я имею в виду националистические батальоны, националистические формирования, не подотчетные даже генеральному штабу, потому что это автономные структуры, зантичный принцип построения вооруженных сил и бандформирований. Мало того, как мы знаем, Кур-МО Украины – это суррогатная организация, которая замыкается непосредственно на МИ-6 и ни в коей мере не подотчетна главкому и генеральному штабу ВСУ. Это значит, что по мановению палочки по щелчку некого куратора, кто этот куратор, мы можем его и поименно, и поименно мы можем их перечислять от Ричарда Мура и так далее, но сам факт, что эта отмашка произойдет вследствие того, что линия фронта квази-государства сыпется после Авдеевки и других успехов, и не только тактических, но и оперативно-стратегических нашей армии, которая научилась за два года специальной военной операции, не просто научилась, воевать в ситецентрической, конвенциональном способе боевых действий. Но мы видим это сейчас на примерах конкретных, это и поражение Патриота с помощью тандемной взаимосвязи дрона и высокоточного оружия нашего ракетного. Мы видим это и на поле боя, где появилось огромное количество FPV-дронов и так далее. В шесть раз больше Россия выпускает этой продукции. Мы видим это и по тому, как развивается наш военпром, как пополняется запас боеприпасов, а также, конечно же, я бы хотел отметить крайний момент вот этих четыре наших белых лебедя, Ту-160, на одном из которых Владимир Владимирович, наш верховный главнокомандующий, прямо побывал у штурвала, был в кабине пилота, нашего летчика. Это не просто самолет-бомбардировщик, который выпущен сейчас, это стратегический бомбардировщик, который может на своем борту брать на борт 45 тонн ракеты-бомб. Значит, 45 тонн. Это просто немыслимая цифра. Плюс он может работать с расстояния там в несколько десятков тысяч километров. Это значит, что не то, что вне зоны действия ПВО вражеской, которого у него нет. Это значит, что по большому счету Россия выпускает не только расходники сейчас для пополнения боеприпасов, но и высокоточное оружие, ракеты новые Х-101, Х-555, наши кинжалы, которые запускаются с МиГ-31К и с этих стратегических бомбардировщиков. Это значит, что по большому счету вот эти два года специальной военной операции, они показали две вещи. Первое, главное, это то, что мы, если бы не зашли, не поняли бы все экзистенциальные угрозы подготовленного террористического псевдовойска, вот этого, за которым стоят западные страны, мы бы не поняли всех масштабов угрозы нам, если бы не зашли. И второй момент, это то, что мы за два года поняли и свои недостатки оценили их, и, конечно же, перешли на военные рельсы. Это очевидно, и это видно по всем сейчас происходящим оперативно-стратегическим успехам на линии боевого соприкосновения. Ну, пожалуй, самое резонансное, если не сказать скандальное высказание Зеленского, оно касается потерь ВСУ. 31 тысячу человек, он назвал. Это существенно различается с тем, что до этого говорило Министерство обороны Украины, что говорили западные эксперты, писали западные СМИ. Кого и зачем Зеленский пытается ввести в заблуждение? Тут вот еще какой момент. Дело в том, что его данные, они, значит, вступают в диссонанс даже с данными его генерального штаба и политиков, которые, по большому счету, находятся в Верховной Раде, потому что там речь идет о потере в размере 30 тысяч бойцов в месяц. То есть, грубо говоря, когда министр обороны Российской Федерации Сергей Кожугетович Шойгу озвучивает некие цифры с июня, с контрнаступа, что потеряно украинскими силами более 280 тысяч военнослужащих без невозвратной потери, то данные, которые выдают эстеблишмент, значит, который находится по позиции Зеленскому, но находится на Украине, они даже превышают данные нашего российского министра обороны по количеству потерь невозвратных. То есть, в преддверии мобилизации, которую сейчас продвигает Зеленский и его клика, мы видим, что они пытаются каким-то образом протолкнуть через свои вот эти центры территориальные по мобилизации, протолкнуть цифру в 500 тысяч военнослужащих. Они хотят, грубо говоря, мобилизовать 500 тысяч военнослужащих, но непонятно тогда, в каким образом это сопоставляется с теми потерями и с той ротацией, которую он предполагает. То есть, безусловно, он лукавит, и, безусловно, это не нравится его кураторам прежде всего, потому что он, получается, держит за дурачков, так сказать, даже своих хозяев. Это значит, что он не такой уж, скажем так, управляемый. Это значит, что в ближайшее время, как только закончится его каденция, они будут подыскивать фигуру, которая хотя бы будет адекватные цифры, значит, излагать на мероприятиях подобного типа. Ну и, конечно же, я здесь историческую аналогию не могу не привести. Она очень дальняя, но ретроспектива, безусловно, подходящая здесь, и проекция будет понятна нашим зрителям. Это Великая Французская Революция, распоряжение вот этого правительства якобинцев и жерандистов, как только начался натиск интервентов, значит, они объявили в Андее мобилизацию и собрались мобилизовать 200 тысяч французов для того, чтобы отразить атаки роялистов. Так вот, вот эта сторона Франции, которая примыкает к Пискайскому, значит, заливу, она превратилась в роялистов. Понимаете, что произошло? То есть, грубо говоря, восстание произошло, и это восстание происходило, кровавое восстание на западе Франции происходило много лет. Это говорит о том, что мобилизация – это главный триггер любого восстания во все времена. Это значит, что как только каденция закончится Зеленского, как только будут ужесточены меры по, значит, вот этой мобилизации, будут выхватывать уже, ну, стариков, я уже сейчас стариков, средний возраст, 46 лет военнослужащего украинских войск, да? Как только начнется вот эта массовая история, а она уже, в принципе, началась на самом деле. Вот это все объединение факторов, как снежный ком, лавиной просто, оно обрушится на вот эту клику на банковые, я думаю, они насуществят государственный, вот это не государственный, а квази-государственный переворот, и в этом перевороте центральными фигурами будут люди в погонах, которые попытаются начать, начать каким-то образом искать посредников для переговорного процесса с Российской Федерацией. Посредником может быть Александр Григорьевич, так сказать, Лукашенко, наш замечательный союзник, у которого есть объединенная группировка войск в Беларуси, и этот посредник, он умеет очень хорошо торговаться, в том смысле, что он не продвинет ни пяти земли, не будет отдано, значит, ни наших новых регионов в их законных границах. Ну и, конечно же, о санитарной зоне возникнет речь, а санитарная зона, учитывая, значит, поползновение Германии, предоставить Украине Таурусы, которые бьют на 500 километров, должна составлять именно тот, скажем так, ту локацию, тот пространственный интервал, который, собственно, отражает радиус боевого применения высокоточного оружия для асимметричной войны, которая предоставляется Западом Украине. Банковая опубликовала фотографию своих сотрудников, там были представители правительства, с надписью Два года мы все здесь, и показательная реакция в украинском сегменте соцсетей, комментарии, я зачитаю некоторые только, а почему вы не на фронте, а где ваши дети и капиталы, вы должны быть в тюрьме, вас ждет новый Нюрнберг, и таких комментариев немало, о чем это говорит? Когда говорят, мы все здесь, тут нужно еще добавить одну фразу, что там находятся еще и двойники Зеленского, я сейчас, вот вы конспирологическую подумаете, версия у меня какая-то, а у меня фактическая версия, основанная на знании, на прямом знании, я знаю лично нескольких двойников Зеленского, которые сейчас находятся под колпаком СБУ в Киеве, поименно, пожалуйста, я озвучу сейчас, один из них у МИТа Собоев, узбек по национальности, который похож как две капли воды на Зеленского, находится в Киеве, какова может быть схема, пока они, мы все здесь говорят, какова может быть схема майская, может быть устроена, значит, такая история с покушением на Зеленского, где какой-нибудь из двойников будет уничтожен, значит, его тело будет выдано за тело Зеленского, Зеленский растворится в дымке наших иллюзий, мы его никогда больше не увидим. Его спрячут как на каком-нибудь острове, либо в одном из особняков или вилл, которые зарегистрированы на его тещу и так далее. Там недвижимость одной куплена на миллиарды долларов по всему миру, да, то есть это надо понимать. И второй момент, который я бы хотел отметить, когда они говорят, мы все здесь, ну а скажите, пожалуйста, если мы уже предпринимаем меры асимметричного воздействия на террористов, вы видите, что происходит по миру, мы принимаем меры асимметричного воздействия на террористических организаций и не только на Ближнем Востоке и других странах. Мы знаем, как работать, у нас есть специальные службы и так далее. Да им, конечно же, безопаснее находиться сейчас на Банковой и Верховной Раде, чем за рубежом в какой-нибудь европейской или Ближневосточной, или в Турции, или в Ближневосточной стране. Понятное дело, они из собственного шкурного интереса, так сказать, действуют и локацию выбирают. Владимир Максимович, в завершении вы уже несколько раз упомянули, что в мае заканчиваются полномочия президентские у Зеленского. А есть ли вариант, когда он может стать диктатором? Значит, узурпация власти со стороны Зеленского уже происходит. Это было видно по смещению генералитета, включая Шапталу Залужного с их постов, потому что он не заинтересован в присутствии у рычагов управления силовым блоком. Блоком, значит, персонажей, которые имеют более высокий рейтинг и прямую связь с Западом на уровне не только спецслужб, но на уровне суррогатов, так называемых, которые не вскрыты еще. То есть консервы до сих пор присутствуют внутри спецслужб псевдогосударства, квази-государства Украина. И я имею в виду не только СБС, а вот этих пловцов, там 400 человек, британцы готовят до сих пор, кстати говоря. Есть подготовленные террористические кадры, и у них есть аквариумы функционирующие на побережье. Я это все к санитарной зоне. Я говорю о том, что если у них есть гарпуны и вот эти аквариумы, а также в ангарах и эллингах могут собираться дроны, значит, по 250 килограмм, которые могут нести взрывчатки, да. Это значит, что санитарная зона должна составлять 300 километров минимум. Но возвращаясь к вашему вопросу, я еще раз, лишний раз подтверждаю тот факт, что именно май месяц, именно май месяц будет такой, скажем так, самым тревожным, самым тревожным месяцем для команды Ермака, Зеленского и всех, кто стоит за ним, от Умерова и заканчивая всеми чиновниками, которые занимаются в том числе контрабандой оружия, наркотиками, СБУшники, малюки все эти, да. Это все в мае может очень быстро, очень быстро причем, да. То есть это считанные недели. Может произойти все за считанные недели. Вот. Ну и поэтому и Германия, второе место, кстати, по поставкам вооружения после США. Все они в Бундестаге ждут этого месяца, тянут с поставками, смотрят, что будет происходить. Они тоже предполагают самый мрачный сценарий для Зеленского, именно поэтому оттягивают поставки как снарядов, так и высокоточного оружия, включая Таурус и крылатые ракеты, которые бьют на 500 километров, как я уже сказал, включая платформы F-16 от Нидерландов и Бель и, значит, и Дании, которые должны поступить на Украину летом, как они объявили. Это говорит о том, что они до лета вот все-таки чего-то ждут. Иначе бы они уже все поставили. Они тоже предполагают, что что-то произойдет серьезное там. И это, конечно, решает не только наш солдат, замечательный на поле боя, и наши инженерные и партификационные сооружения, и наша тактика сетицентрической, значит, боевых действий, но и тот факт, что мы научились, значит, и ждать в том числе удобного, значит, момента для развития оперативно-стратегического успеха. И я вот хочу закончить свой ответ цитатой прямой, значит, цитатой нашего замечательного военачальника Андрея Николаевича Мордвичева, генерал-полковника, который, собственно, руководил сейчас освобождением Авдеевки. Его слова касались той тандемной работы, которая, собственно, сейчас в наших войсках практикуется. Это речь шла о штурмовиках наших, которые в Авдеевке работали. Он сказал, Андрей Николаевич, он сказал, что, говорит, сейчас любая штурмовая группа там на ротном уровне, там на, значит, уровне батальона может резервировать, включая авиационное звено для бомбардировки с помощью фабов с УМПК, с универсальными модулями планирования и коррекции. И только после нанесения вот этого удара бомбового, ракетно-бомбового удара штурмовики идут на позиции занимать. Это говорит о том, что сетицентрическое ведение боевых действий стало не просто нормой и ноу-хау, а реальной практикой ведения боевых действий на поле боя, на всей линии боевого соприкосновения, на всех участках фронта. Это говорит, что с боеприпасами после того, как военпром наш встал на рельсы военные, проблем не будет. И это говорит о том, что этот фактор определяющий для того, чтобы как домино вот это обрушилась вся эта история, связанная с банковой. Вот такой ответ у меня. Большое спасибо, Владимир Максимович, за столь интересный и подробный комментарий. Я напомню, у нас на связи был эксперт бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Яронасян. Это программа «Акцент дня». Смотрите нас ежедневно на канале «Справедливая Россия». И всего вам доброго.